Путин уже не впервой пытается ввести внешнее управление над испуганными патриотами, над нашим олигархатом. Все эти указы были проигнорированы. Фридман и Авен, которые вовсю помогают ВСУ, продолжают зарабатывать в России. Это не говоря о Брамовичах, которые откровенно помогают террористам из Азовы. Понятно, что предателей много не только среди олигархов, но и среди чиновников. Поэтому, если российская политическая элита пойдет на продление зерновой сделки, то это важный маркер, показывающий силу вот этой партии мира. То есть партии предателей. Здравствуйте. Главным событием прошлой недели, на наш взгляд, стало подписание 139-го указа Путина от 3 марта, который позволяет ввести внешнее управление над предприятиями, которые срывают гособоронзаказ. Правда, только в военное время, в условиях военного положения. Этот указ, конечно, уже породил всевозможные слухи, домыслы. Но надо сказать, что Путин уже не впервые пытается ввести внешнее управление над испуганными патриотами, над нашим олигархатом. В частности, мы помним майские инициативы прошлого года, о попытках ввести внешнее управление. Помним попытку принять соответствующий закон Государственной Думы летом. Наконец, помним указ о делистинге, то есть о запрете размещения акций российских компаний на западных биржах. Все эти указы были проигнорированы российским олигархатом. Мало того, мы не увидели ни одного уголовного дела, ни одной серьезной претензии к нашим главным олигархам. А некоторые из них, такие как Фридман и Авен, которые вовсю помогают ВСУ, продолжают зарабатывать в России. Это не говоря о всяких деятелях из Лукойла, снабжающих ВСУ горючкой, о Брамовичах, которые откровенно помогают террористам из Азова и им подобных. Хуже того, практически вся наша так называемая бизнес-элита, то есть финансовый олигархат, если даже не высказали открыто своего несогласия с политикой руководства страны в части специальной военной операции, то явно затаились и ждут удобного момента, когда можно будет предать. Но исключения, как известно, только подтверждают правила, а основная масса владельцев наших активов и финансовых средств либо уже записалась, либо готовится записаться в открытые предатели. Но Западу этого мало. Западу недостаточно неподдержки, Западу нужен переворот. Собственно, именно с этим и связаны санкции в отношении таких деятелей, как Фридман. Понятно, что предателей много не только среди олигархов, но и среди чиновников. Именно этим объясняются очень многие как бы политические решения. В частности, у нас вызывают очень большое негодование планы по продлению так называемой зерновой сделки, о чем недавно заявила спикер МИДа Мария Захарова. Напомним, эта сделка была очередным обманом российской верхушки. Зерно поставлялось вовсе не в Африку, а в Европу. И более того, есть информация о том, что эта сделка использовалась в качестве прикрытия для поставок тяжелого вооружения на Украину. Никаких оснований считать, что сейчас будет по-другому, конечно же, нет. Более того, есть информация о том, что те же британские спецслужбы могут использовать корабли, участвующие в зерновой сделке, для подготовки очередных терактов в отношении России. Поэтому, если российская политическая элита пойдет на продление зерновой сделки, то это важный маркер, показывающий лишний раз силу вот этой партии мира, то есть партии предателей. Еще одним важнейшим маркером предательства является сохранение в политической повестке глобальных установок от Клауса Шваба и ему подобных. В частности, буквально вчера стало известно, что профильный комитет Госдумы одобрил ЦБ законопроект о цифровом рубле, что полностью соответствует задачам от ООН и Всемирного банка. Никуда не делась с повестки, к сожалению, и миграционная проблема, которую мы в одном из выпусков охарактеризовали как опасность второго фронта, внутреннего фронта. Буквально в конце прошлой недели стало известно о том, что на одной из окраин Москвы, Косино-Ухтомский район, собираются построить огромную мечеть для пришлых узбеков, таджиков и прочих гостей Сергея Собянина на 60 тысяч человек вместе с Медресе, рынком и подобной инфраструктурой. Впрочем, буквально вчера подконтрольные московскому правительству ресурсы начали съезжать с темы, опровергая эти слухи. Дай бог, чтобы, собственно, эти слухи не реализовались. Потому что понятно, что подобные инициативы никак не помогут жителям российских мусульманских регионов и нацелены на такую скрытую колонизацию российской столицы большим количеством экстремистского элемента. В эти выходные, 5 марта, мы вспоминали очередную годовщину Фултонской речи Черчилля. Той самой речи, с которой началась холодная война, в которой Черчилль призвал весь коллективный Запад объединиться вокруг англосаксов, по сути, против России, которая тогда называлась СССР. Интересно, что в этом году, вот эта годовщина совпала с церковным праздником торжества православия, который всегда отмечается в первую неделю Великого Поста. Это древний праздник, пришедший к нам из Византии, знаменующий победу над всевозможными ересями, расколами. Но вот хотелось бы обратить внимание, что в чинопоследовании этого праздника особо выделяется чин анафематствования, то есть отлучения от церкви врагов веры. В России очень много чиновных подсвечников, тех самых, которые любят стоять со свечками на Пасху в храмах, и которые потом выходят из храма и начинают реализовывать вот эту швабовскую бесовщину с ее цифровизацией, ювенальщиной, садомией, ковидобесием и тому подобным. Именно из-за таких людей мы не можем сказать, что в России есть торжество православия. Скорее, в России есть торжество баблорубов и технократов. Представляется, что святой церкви нужно вспомнить о чине анафематствования, врагов церкви. Может быть, кого-то из них это отрезвит, а для других станет важным примером. Потому что без торжества православия Россия просто не нужна Богу. Нам не видать ни победы, ни сохранения своей страны. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok